Ты поступил как типичный провокатор, ты взял немножко как бы правды, ее обильно снабдил ложной информацией и подал в этом комментарий. Тумсо, у тебя есть комплекс малого народа или наоборот, чем меньше народ, тем ценнее и эксклюзивнее чувствует себя человек, в отличие, например, от русских, которые очень большой народ. Тумсо, если ты ярый противник русского мира, то почему вещание твоих эфиров на 98% проходит на русском языке? Петр Кузнецов. Очень интересный вопрос. Тумсо, как путь чеченского народа к свободе перешел в международный терроризм с террактами в соседних республиках, объявлении всеобщего джихада и сотрудничества с иерархичностью Афганистана? Ну, я тебе расскажу, как это произошло, точнее, как это было симитировано российским государством. Сначала были взорваны несколько мирных домов в российских городах ночью, когда люди спали. Разумеется, это делали и российские спецслужбы. С помощью этих взрывов, естественно, в этом обвинили чеченцев. Я, кстати, ни один чеченец за это до сих пор не осужден. И ни один чеченец на себя ответственность за эти преступления, а это является именно преступлением, за это не взял. Так, на всякий случай. Значит, но информационная бомба, она была как бы подана, чеченский след был представлен. И получилось, что вот чеченцы якобы взрывают мирных людей в своих домах. На этой волне Путин и к власти пришел, и войну у нас начал. Далее работа по демонизированию чеченского сопротивления продолжалась. И она велась очень успешно российским государством. Мюнхенское выступление Путина. Мюнхенское, по-моему, это было, где он говорил про... Они там хотят халифат типа создать и так далее. Это было на ура воспринято. Он реально тогда обманул западных лидеров. И с этим согласились. Потом был ряд ошибок, которые допустили, к сожалению, лидеры. И где-то, я имею в виду наши лидеры, и где-то реально предпринимали какие-то действия, которые, к сожалению, были на руку этой российской повестки, этой пропагандии. И в итоге их грамотная работа в этом направлении и наши ошибки привели к тому, что нас удалось, наше самодвижение удалось демонизировать. И вообще чеченцев в целом в этом мире удалось демонизировать. Результатом этого стало то, что больше всего, как этно чеченцев в розыске по линии Интерпола, больше, чем китайцев и американцев вместе взятых, вдумайтесь просто. Это привело к тому, что чеченец в любом аэропорту, в жадовокзале, на любой границе этого мира изначально воспринимался как уже потенциально опасный человек, которого нужно дополнительно проверить. Наличие чеченской национальности является даже до сих пор во многих странах, хоть если не виной, то отягчающим обстоятельством. Это да, к этому привело, к сожалению. Но мы вот сейчас как раз и работаем над тем, чтобы все то, что они сделали, то, что им удалось сделать, чтобы это исправить. Вот этот вот имидж плохих чеченцев, мы его как раз таки исправляем. Я считаю, что во многом уже добились успехов. И хоть это будет звучать не очень, ну, многие могут неправильно понять сейчас мои слова, но украинская война, она благоприятно сказалась на вот эту вот ситуацию с чеченцами. Точнее, на ситуацию отношения к России, понимаете? Мы, безусловно, не рады, да, тому, что в Украине сейчас идет война. Но я имею в виду, что это стало причиной того, что весь мир, наконец-таки, увидел Россию, какая она есть. Вот то, что мы говорили на протяжении 30 лет, и нам не верили, а им верили. Вот, наконец, благодаря этой агрессии, которую Россия устроила в Украине, благодаря этому теперь мир увидел, какая она на самом деле. Это, конечно, радует, да? Вот не радует, что ценой этому стали жизни украинцев, это не радует, безусловно. Но радует, что в результате мир все-таки проснулся. Я говорю про призывы чеченских амиров убивать всех неверных, теракты в Нальчике и Ингушетии, где было убито много мирных людей, похищения коммерсантов с целью выкупа этого всего не было. Нет, этого, ну, частично. Давай, ты взял, ты поступил как типичный провокатор, ты взял немножко, как бы, правды, ее обильно снабдил ложной информацией и подал в этом комментарии. Призывы убивать всех неверных от чеченских амиров не было. Я не слышал. Ни одного призыва от чеченского амира убивать всех неверных, как ты говоришь, я не слышал. Если такое было, то, пожалуйста, покажи нам, кто этот амир, кто такое говорил. Ни один, ни Дудаев никогда этого не говорил, ни Яндарбиев, ни Масхадов, ни Абдулхалим Садулаев, ни даже Дока Умаров, даже когда Дока Умаров уже перешел на идею Эмарата Кавказа, даже тогда я от него никогда не слышал ничего подобного. Я, по крайней мере, не припоминаю. Что касается терактов в Нальчике, ну, это не к чеченским, наверное, амирам. Это предъявляй, пожалуйста, там. И это ты называешь это терактами. Я не знаю, как там. В общем, это вообще не ко мне. Почему я должен отвечать за эту тему? Что касается похищения коммерсантов с целью выкупа, где и когда? Да, есть какие-то примеры в Дагестане, когда это делали, уже в поздний период. Но какое, опять-таки, мы к этому имеем отношение? Наши лидеры? Причем здесь мы? Или ты хочешь показать пример, где Дудаев, или Масхадов, или Садулаев, кто-то украл какого-то у нас бизнесмена? Ну, конечно, нет. Конечно, это ложь. Тумсо, если ты ярый противник русского мира, то почему вещание твоих эфиров на 98% проходит на русском языке? Петр Кузнецов, потому что противостояние вот этой идеи русского мира, оно на каком языке еще может идти, если не на русском? Ведь просыпаться должны как раз те люди, которые находятся под влиянием этого русского мира, которые, к сожалению, стали не по своей воле частью этого русского мира. На каком же еще языке я буду вещать? Если я буду вещать на чеченском, допустим, это будут понимать только чеченцы. Но под оккупацией так называемого русского мира, лучше давай перейдем на другую терминологию, Российской империи. Вот под оккупацией Российской империи находятся находятся далеко не только чеченцы. Поэтому это очень важно, чтобы мы говорили на том языке, на котором нас будут понимать. Если же я, например, владел бы английским и говорил бы на английском, все равно та аудитория, которая должна услышать, вслушиваться и что-то в себе менять, они бы меня не понимали. Поэтому здесь как раз важно, что работу против Российской империи нужно вести на русском языке. Почему вы думаете «Радио Свобода», «Дойче Велли», почему они на русском языке вели? Если действовать, ну, руководствоваться вашей логикой, то они должны были там на немецком, на английском вести свою деятельность, у себя там утрим усолить эту тему, какие там плохие советы, посмотрите. Но нет, они как раз понимают, что нужно именно на русском языке доносить это говорящим и понимающим русский язык, они делали это на русском языке. Вот так же это делаю и я, и так и надо это делать. Полностью согласен насчет работы, которую ты проводишь Тумсо и другие блогеры, Далси и Дальшу, и до после начала войны в Украине попытки очернить нас еще сильнее обернулись наоборот очищением. Тумсо, у тебя есть комплекс малого народа или наоборот чем меньше народ, тем ценнее и эксклюзивнее чувствует себя человек в отличие, например, от русских, которые очень большой народ. У меня, лично у меня нет комплекса малого народа, но у народа нашего, у многих, наверное, из нашего народа и вообще у большинства малых народов этот комплекс есть. Это правда. Вот это вот. Чем меньше народ, я вообще заметил, чем он меньше, тем у него больше претензий на какую-то особенность, величественность. И это, к сожалению, у нас тоже присутствует во многих людях. Я, конечно же, это встречаю, когда идут эти разговоры про то, что вселенная вообще чуть ли там от нас произошла, что мы там прямые какие-то потомки от Нуха, остальные косые, а вот мы прямые. Вот такие вот вещи, они, к сожалению, да, присутствуют, они культивируются, поддерживаются большинством, что приятно, это на слух, мы хотим этого. Лично я этим не болею, хвала Аллаху. Но это, конечно, присутствует в подавляющем большинстве малых народов. У нас это будет в меньшей степени, у народов еще меньше нашего. Вообще, вы должны понимать, что наш народ, он в российских мерках, он даже в мировых мерках, он не маленький. У нас как бы, мы в России, по-моему, третий, да, этнос после татар, русские татары, потом чеченцы. То есть, в российских масштабах мы не маленький народ, в мировых масштабах мы, наверное, маленький, но, опять-таки, по численности мы не являемся прям такими уж маленькими по сравнению с реально маленькими народами, которые есть там 300 тысяч, 200 тысяч есть народы. И вот, чем меньше народ, у него этот комплекс, вот этот вот, или, ну, если мы скажем комплекс, это может кого-то обидеть. Давайте скажем не комплекс, а скажем, что это претензии на величественность, да, вот так это назовем. Вот у них это бывает больше. Чем они меньше, тем у них больше бывают этих претензий. Субтитры создавал DimaTorzok